МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам себе оружие говорят про бойцов в спецподразделении. Про этих людей ходит немало легенд. Мол, с виду спецназовец может быть невысок и неказист, а на деле способен и семерых одним ударом. Ведущие нашей рубрики проверены на себе. Сергей Чураков и Иван Михайлов отправились в подразделение белорусского спецназа. Там они и решили проверить, что из этого сказка, а в чем лучше не сомневаться. Рычаги, противовесы, векторы и энергия. В рукопашном бою все построено по законам физики. Меньше силы, больше техники. Мышцы человека запоминают тысячи движений. Броски, заломы, блоки и удары. С таким арсеналом можно победить любого противника. Автомату не нужны патроны, а пистолету, магазин. Почему в рукопашном бою все не как обычно? Все это мы решили проверить на себе. Хотя стоп. К этому моменту мы подойдем позже. К бою. Падение вперед. Раз. Два. Специалисты утверждают, любой человек всегда вооружен. У него есть руки, ноги и главное голова на плечах. А потому лучше всего избежать столкновения. Но если это невозможно, победить помогут знания физики. Важно правильно их применить. Сила действия равна силе противодействия. Следуя третьему закону Ньютона, можно обратить силу противника против него, образно говоря, чтобы пустить под откос летящий локомотив, не нужно стоять у него на пути. Достаточно правильно перевести стрелки. Если соперник физически сильнее, на выручку приходят приемы, основанные на принципе системы рычагов. Этот способ очень выгодный с точки зрения расхода энергии. При минимальных затратах, максимальный результат, противник повержен, а я даже не устал. Я вижу, что он будет атаковать меня, что ударом, допустим, правой руки. Я сразу определяю точку своего усилия. Зачастую разведчикам приходится вступать в бой после многокилометрового марша. Но как сэкономить энергию для выполнения заданий? Заслуженный тренер России Александр Ретюнских знает технику, которая настраивает организм на максимум живучести. Он приехал в Минск, чтобы поделиться своими разработками с коллегами из силовых ведомств Беларуси. От искусственного к естественному. То есть от напряжения к расслаблению. А это у нас строится в 75% нашей подготовки из 100%. Поэтому, а что такое искусственное? Это когда мы сжались, страх, а потом вышли в исходное положение. Вот этот промежуток напряжения, расслабления мы используем. Тем самым у нас происходит экономия силы энергии. Система самообороны построена с учетом биомеханических особенностей человека. Задача тренера – выявить скрытые возможности бойца и научить ими пользоваться. Она наиболее адаптированная и подходящая для нас, для славян, для военных в том числе. Ведь все действия мы тут изучаем. Проходим. Они основаны на максимальный результат с минимальными затратами. У меня кисть раскропощена. Я как хочу, так и работаю. Главное условие маскировки разведчика – это тишина. Выстрел автомата или пистолета будет слышен за несколько километров. Поэтому бойцы огонь будут вести в последнюю очередь. Самое бесшумное оружие – это нож. Например, во время операции на складе с горючим или боеприпасами один выстрел может привести к взрыву. Поэтому холодное оружие бойцы спецподразделений используют чаще, чем огнестрельное. В бою утверждают разведчики – все средства хороши. Рукопашным особенно. Саперная лопата и даже поясной ремень в руках подготовленного воина превращаются в грозное оружие. Автомат можно использовать не только как боевое оружие, но и как универсальное средство для обездвиживания. Заводим его за спину, натягиваем ремень на глаза. И теперь он не опасен. Некоторые системы подготовки, доработанные белорусскими специалистами, не имеют аналогов. Военные ученые разработали универсальные комплексы движений, которые помогают быстрее осваивать приемы рукопашного боя. В экстремальной ситуации мышцы человека воспроизводят их автоматически. В арсенале разведчиков несколько подобных комплексов. Система подготовки напоминает алгоритм изучения иностранного языка, согласно которому, чтобы хорошо говорить на английском, нужно на английском думать. В восточных единоборствах эти движения называются катами. Их выполняют несколько сотен раз. В древности бойцы их делали со стилетами, мечами и копьями. Сегодня так называемый бой с тенью продолжается с автоматическим оружием. Навыки закрепляются на занятиях с розыгрышем определенной ситуации. Засада, захват языка, налет. В финале спарринг с несколькими противниками. Пожалуй, за несколько дней сложно чему-либо научиться. Поэтому армейская система и рассчитана на полтора года. Здесь мы поняли главное. Опасности нужно смотреть прямо в лицо. А верный товарищ всегда прикроет твою спину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова